У меня стало время удивительных ссорий. Сегодня шикарная зимняя погода. Наконец в полном таком своем великолепии выскочило солнце. Лежит шикарный снег на улице. Но холодно, поэтому на улицу как-то особо не тянет. Запишу небольшое видео на тему последних наблюдений за деревенскими жителями. Деревенские в каком плане? Деревенские жители, которые в свое время уехали из города и сейчас обосновываются в деревне, пытаются в ней прижиться, обосноваться, поселиться. Это молодые жители. Это жители в возрасте до 30 лет или около 30 лет. Это новые деревенские. Как были раньше новые русские, новые городские. Это новые деревенские. Пытаюсь понять, что привело людей в деревню в этом возрасте и понимая ли они то, что они делают. Проблемы у них у всех одинаковые. Одинаковые проблемы не те, которые привели их в деревню, а те, с которыми они сталкиваются, уже попав, собственно, в деревенскую жизнь из города. Как бы человек ни ругал городскую жизнь, в городе выживать проще. Проще выживать, проще зарабатывать, проще жить. Может быть не так интересно, может быть не так романтично, может быть не так с точки зрения природы эстетично, но в городе проще. Попав в деревню, люди чаще всего получают именно то, чего им не хватало в городе. Массу свободного воздуха, массу шикарной природы, массу земли, массу запахов, которых лишен человек в городе. И сразу же получают массу проблем, которые в городе они не знали. Проживая в квартире, ты ограничен стенами, которые заканчиваются входной дверью в подъезд. Дальше, что делается, тебя в лучшем случае не интересует, в худшем случае раздражает. Но дороги почищены, дороги подметены, электричество подведено, вода течет, канализация работает. Все происходит само по себе, и ты к этому отношения не имеешь никакого. В деревне это все люди добывают вручную. Сами чистят себе землю. Зимой это особенно ощутимо, потому что особенно эта зима достаточно снежная. И смотреть, как люди борются с снежной стихией в деревне. Если возле дома он не чистил даже одного квадратного метра, а там надо чистить либо двор в несколько соток, либо еще дорогу до своего дома в несколько километров. И это все получается, занимает все время человека. Человек вместо того, чтобы посвятить себя каким-то таким, даже не знаю как сказать, развлечениям. Как бы мы ни хотели, ни говорили, что развлечение это плохо, развлечение это то, что добавляет человеку положительных эмоций. Если человек правильно и грамотно развлекается, он получает только плюсы. В деревне на развлечения просто тупо не остается время. Все время уходит на выживание. И вот опять возвращаясь к этим молодым семьям, я их наблюдаю в интернете, я их наблюдаю на ютюбе, сделала небольшие подписки на них. Я понимаю, что они по большому счету совершили ошибку. Они не поняли, что они раньше времени приехали в деревню. В деревню можно и нужно приезжать. Но в нее нужно и можно приезжать, когда ты уже все сделал в городе. Когда ты уже все свои дела, житейские, в городе закончил. Когда же у тебя еще не выросшие дети и не созданный капитал для проживания где-то автономно, то в деревню ссоваться, как говорится, с голым задом никакого смысла нет. Для чего я это все говорю? Для того, чтобы люди, которые собираются переехать в деревню, крича, что в городе им нет места, и они не могут в нем жить, а в деревне они вдруг заживут, поняли, что в деревне они будут выживать. Иначе бы в городе никто не жил, а все бы жили в деревне. Как мы видим сейчас с точностью да наоборот. Как-то так. Такие мысли о новодеревенских, о новодеревянных. Удачи им. Пока все.